Добрый вечер всем! Спасибо, что пришли. Сегодня у нас такая специфическая лекция именно про чешские диалекты. Вижу знакомые лица, вижу тех, кто был на моей прошлой лекции про обиходно-разговорный чешский язык. Вообще у меня идея, и уже мы создали такой цикл, называется «Славянские путешествия». Ну и получается, предыдущая моя лекция в него входила, вот эта входит. В октябре будет моя лекция про язык чехов на Балканах, в Сербии, Хорватии, Боснии, Герцеговине и в Румынии. И плюс еще к этому в октябре много интересных лекций про военную границу в Хорватии, лекция про заимствование в хорватском. Это тоже вот такой цикл лингвистический лекторий, лингвоисторический лекторий «Славянские путешествия». Вот. Да, ну и сегодня народу явно меньше, чем в прошлый раз. Про диалекты все-таки диалекты не так близки изучающим чешский. Но так или иначе, не буду сегодня углубляться в какую-то суровую лингвистическую теорию. Постараюсь рассказать просто и коротко о том, что есть, как оно работает и так далее. Так, ну да, название язык до Пшибрама доведет. Пшибрам относится к зоне, собственно, чешских диалектов. В принципе, там ничего такого интересного нет, просто название такое. Ладно, давайте вспомним с вами те, кто был в прошлый раз, кто не был. Как раз узнаем, что такое диалект, какое место он занимает в национальном языке. Значит, национальный язык — это все языковые проявления, все языковые варианты для конкретной нации, можно сказать. Ну, например, национальный чешский язык подразделяется на литературный язык, списов на чештина, и нелитературные формы языка, к которым, в свою очередь, относятся арго, сленги, жаргоны, диалекты. Вот они. Над диалектами в каких-то языках такое есть, в каких-то нет. Еще возникают наддиалекты, то есть на какой-то большой зоне возникает еще один такой интердиалект, для того, чтобы люди-носители разных диалектов, более мелких, понимали друг друга при встрече, скажем так. Да, и для чешского языка такой наддиалект — это, например, тот самый обиходно-разговорный чешский язык обоцна чештина, о котором мы говорили. Сейчас еще к этому вернемся. Да, ну и литературный язык может существовать в письменном виде, как мы это видим в книгах, в СМИ, и в виде устного литературного языка, то есть то же самое, что написано в книгах, только произнесенное устно. Какие-то официальные выступления обычно, в них используется устный литературный язык, официальные выступления на радио и так далее, то есть звучащая литературная речь. Да, ну и учат на курсах обычно литературному языку, соответственно, письменному литературному языку и устному литературному языку. Хотя реально в обычной жизни в Чехии, например, общение на литературном языке может восприниматься как неестественное. Например, вот как раз-таки в собственных чешских землях, да, вот они, диалекты. Сейчас к этому тоже еще раз вернемся. Да, ну а что такое диалект в принципе? Значит, диалект — это территориальная разновидность национального языка. Сегодня мы говорим о чешских диалектах, значит, это территориальные варианты чешского языка. В русском языке — это территориальные разновидности русского языка. Существуют ли диалекты в русском языке, в современном русском языке? Вот вопрос на самом деле интересный, потому что считается, что, ну и мы это с вами можем наблюдать, что сейчас, в 20 веке и теперь в 21 веке, по причине масштабной миграции населения в 20 веке и распространения СМИ и политики ликвидации безграмотности, в общем-то, диалекты в русском языке утрачиваются. И сейчас диалекты существуют больше, их носителями являются больше люди старшего поколения. В общем и целом это справедливо и для чешского языка, но все-таки в русском языке утрата диалектов более заметна. Да, это диалектологическая карта 1914 года. Сейчас крупнее покажу. Да, значит здесь есть... Так, где указка теперь? Либо указка, либо увеличение. Ну хорошо. Значит, есть великорусские говоры, но и малороссийские говоры тоже выделялись. Да, сейчас, вот покажу сейчас следующую карту, там просто написано «Украина» и уже не рассматривается. Вот восточные говоры, поморские, западные, поволжские и переходная зона между среднерусскими и южно-русскими говорами. Это начало 20 века, но и еще одна карта 1965 года. В принципе, картина хоть и изменилась, но не сильно, более-менее все равно сохраняется. Вот они среднерусские говоры, вот южные наречия, вот северные наречия. Но да, вся карта в таких косых линиях, то есть везде смешение, везде пересечение разных говоров, как раз-таки в результате вот этих вот миграций и политики абсолютной грамотности, ликвидации безграмотности. Вот, ну так или иначе, они существуют. Существуют и на русском отделении филологического факультета, например, студенты ездят в директологические экспедиции, чаще всего куда-нибудь на север, куда-нибудь в Архангельскую область, куда-нибудь вот сюда. Вот, и ищут там бабушек, которые говорят на этих диалектах, да, о том, как именно собирают диалекты, еще чуть позже, в самом конце. Вот, ну и переходим к диалектам чешского языка. Вот такая карта. Да, сразу же вопрос к размышлению, кто знает, не говорите пока, потом обсудим. Значит, вот есть четыре диалектные зоны. Синие, оттенки синего, это центрально-чешские, собственно, чешские говоры. Оранжевое, это моравские говоры, среднеморавские здесь. Здесь восточно-моравские зеленые и селезские, вот эти вот оранжевые. А, не видно вам, да? Значит, вот эти вот оранжевые, это селезские, здесь среднеморавские, здесь восточно-моравские говоры. Синие, это, собственно, чешские. И переходная зона 1-4, это тоже, собственно, чешские говоры, но переходные между, собственно, чешскими и моравскими. Вот, да, а вопрос, что такое вот эти вот темные зоны Ну, здесь они, правда, тоже синенькие, у меня на экране они прям почти черные Вот эти вот на северо-западе, на севере и немножко вот здесь на юго-западе Вот, подумайте, потом скажу Да, и желтые пятнышки, это так отмечены города, городские агломерации Ну, потому что считается, что в городах чешский язык такой урбанизированный И там диалекты уже не определяются, потому что туда приезжают люди из разных диалектных зон То есть там смешанные районы в городах То есть все города такие желтенькие Вот, собственно, чешские диалекты Значит, вот эта вот синяя зона Да, в анонсе у меня было как раз указано Что мы с вами обсудим, совпадают ли границы диалектов с границами современного административного членения Чешской Республики Ну, частично да, частично нет То есть, собственно, чешские диалекты, они занимают вот такую вот зону Это историческая территория Богемия Богемия от немецкого Бермен Или чешская Чехия Здесь когда-то давно, откуда название Бермен Вот это, это потому что когда-то здесь жили кельтские племена боев Но это давно-давно Потом их вытеснили римляне, потом их вытеснили славянские племена А, собственно, Чешское королевство здесь, на этих территориях, с конца XII века появляется Да Да, и значит, в этой диалектной зоне выделяется еще несколько подгрупп То есть, эти разные оттенки Это разные подгруппы И чтобы люди друг друга понимали С XV века начинает, ну, естественно, естественный процесс Никто специально не придумывал Начинает создаваться вот этот наддиалект Общепонятный язык, оба цена-очештина О которой мы говорили в прошлый раз подробно Некоторые особенности обиходно-разговорного чешского Напоминаю, по сравнению с литературным Да, вот такие, которые даже в учебниках приводятся Это дифтонг Эй вместо И долгого в основе окончания их слова Тиден, Тейден, Бриле, Брейле, Зитра, Зитра И наоборот, замена Э долгого на И в середине слова и в окончаниях Млеко, Млийко, Полевка, Поливка, Нест, Нист Протетическое В, ну, протетическое, что значит, протез, да, вставное Вставное В, Он, Вон, Окно, Вокно, Объект, Вобъект И утрата слогообразующего Эл в середине слова или Эл в конце Эловой формы глагола Да, яблко, ябко, молга, мга, выкшикл, выкшик Да, да, что касается 15 века, значит, 15 век это эпоха гусицких войн И в лингвистике, ну, что важно для лингвистики Это период, с которого начинает разделяться общий язык для жителей этих территорий Начинает разделяться на что-то похожее на словацкий язык и чешский То есть, ну, появляются такие особенности, которые позволяют говорить именно вот О таких зарождающихся двух языках И, значит, чешский язык сосредотачивается здесь Где теперь мы определяем, собственно, чешские диалекты А словацкий язык на территории современной Словакии Ну, и вот в Мораве такие переходные говоры В моровских говорах очень много похожего на словатский, современный словацкий язык Так Да, ну, и, значит, возвращаемся к, собственно, чешским диалектам В центральную чешскую группу входит зона с центром в городе Прага И еще выделяется маленький кусочек вот здесь Город Лоуны Лоуны и Литом нержится там рядом Ну, и дальше я просто кратенько буду называть некоторые специфические особенности этих диалектов Ну, например, в центральных говорах Склонение существительных мягкой разновидности Таких как дживи, угли, да, древесина, угли Идет по образцу прилагательных То есть, если в литературном языке дживи, а много древесины это моц дживи Не изменяется амонимичной формы То в этом диалекте говорят моц дживи иго Так же как там без ярни иго слунцы То есть, как прилагательные Угли, моц угли иго Тоже как прилагательные Существительные на Э Некоторые начинают склоняться по типу Куржи В литературном чешском сейчас выделяется тип Куржи Он такой специфический Там множественное число выглядит как Куржата Куржата Сюда же относится Книжата Девчата И так далее, и так далее И вот слова, которые в литературном чешском языке Относятся к совсем другому типу Например, вейце, яйцо Тоже в этих диалектах склоняется по типу Куржи Звейце-те Или слово стырниште Во вношенном числе стырништята Кстати, стырниште Не знаю, кто-нибудь из вас видел фильм Новый по стырниште-босс Современный чешский кинематограф И есть такой фильм по стырниште-босс Известного режиссера Сверака Вот, и там пока Если не знаешь, что это за слово Я не знал, что это за слово стырниште Там пока не посмотришь фильм, непонятно А потом оказывается, что стырниште Это свежескошенное поле И в русском языке тоже есть такое слово стырня Да, если кто-то слышал Да, вот я не слышал Я очень городской житель И поэтому слово стырня мне было совершенно незнакомо Стырниште Да, и вот в этих диалектах Стырниште имеет форму Во множественном числе стырништято То есть вот эти вот скошенные поля Суффикс эйц В сравнительной степени наречий Да, ну, например, там более свежий В литературном языке Более свежо, да, наречие Значит, черстве Черстве Свежо Не знаю, какой контекст Вот И более свежо Черствее Черствее, да А в этом диалекте черствеец И тоже похожая штука Фамилия в форме типа новаковиц Ну, то есть в литературном языке Пан новак, пани новакова А вместе они новакови Вот здесь новаковиц Диссимиляция зубных Да, ну, это, например, если встречаются два зубных Т или Д То в литературном языке Заплачьте Удвоение Или пойте То здесь в этом диалекте говорят Заплайте Пойте То есть один вот этот элемент Д или Т утрачивается Тут йод появляется Вот так Ну, не все буду зачитывать Да, ну и отдельно Еще Есть Выделяют такой маленький Маленький пояс Маленькую зону Лоунскую ли там неженский тип Здесь Ну, тоже можем посмотреть Это, кстати, очень показательно Как изменяются формы фамилий Например, вот Фамилии или каких-то топонимов Например, вот деревня Длашковице Или, может быть, это город Не уверен Вот тоже упрощенное произношение Длашковице Да И здесь вот лично мне Интересно Вот это вот Потому что это встречается И у чехов За пределами чехов Чехи На Балканах Где я их изучаю В литературном языке Пять коров Это пьет краф Здесь говорят Пьет краф Ах Вот Так Едем дальше Ну, значит Юго-западная чешская группа Это западно-чешское ползание До Мажлицы Южно-чешская Чешская Будиевица До Удлеби-Прохатицы Здесь есть переголосовки А в Э Например, не за чал, а за чал И А в И Например, вместо Смался Смеялся Смился Вот Ну и фамилия Да, вот тоже С упрощением Горождейцы Это понем Новакойц Бенишкойц Вот Так Сейчас немножко о самом регионе Хочу сказать Значит Юго-западно-чешской Здесь выделяется Небольшая зона Но Очень интересная Дамажлицкий Ходский Подтип Значит Кто такие Ходы По которым назвали Этот подтип Ходы Это Ну Мне говорили Что это Некорректно Но Так и хочется Их сравнить С казаками Потому что Ходы Жили Жили вот здесь Регионам В таком статусе Они Жили С 13 Века По Конец 17 Века Когда Все-таки Их стали Притеснять Вот Их Сейчас выделяется Крестья Крестья Крестьяна Крестьяна Казнилим Вот Ну Здесь тоже Некоторые Фонетические Особенности Протетическая В этот раз Г Да Ну Например Вот И слово Жешато Решато Здесь говорят Грешато Замена Д на Р Например Не сто Дола А сто Рола Глагол Будэ Бурэ И вместо Теда Тэра Упрощение Группы В Ёт Свет Сьед Зведавый Зьедавый И так Далее Да Вот Еще Как вы Наверное Знаете Есть в чешском Языке Слова Совсем Безгласных Или Слоги Безгласных Например Срц Вот здесь Первый слог Срц Безгласного Или слово Вулк Вообще Безгласных Так вот В Дамажлицком Регионе Все-таки Безгласных Считают Что жить Тяжело И поэтому Произносят Не Срц А Срц И не Вулк А Велк Вот Да И В прошедшем Времени Глагола Бит Бил Литературное Употребляется Бул Он Бул И поэтому Когда-то Ходов Называли Булаци То есть Те Кто Говорят Бул На Северо-востоке Находится Гор Горы Каркуноши Гора Ештет Вот И там Выделяют Северо-восточную Группу Собственно Чешских Диалектов Ну В общем-то Все Собственно Чешские Диалекты Между Собой Все же Довольно Похожи Ну И плюс К этому Есть еще Нано Диалект Обац Чештина Поэтому В принципе Проблем с пониманием Ни у кого Как правило Не возникает Даже если Встретятся люди Носители разных Диалектов Но только Проблемы будут На лексическом Уровне То есть Если какие-то Реально Другие слова Употребляются И человек Носитель другого Диалекта Не знает Этого слова Так Да Значит На северо-востоке Появляется Произношение В Как полугласного Да Например Конэу Роуне Доуси Что уже Сближает Их Смаравскими Говорами И что-то Уже Похожее Появляется На польский Белобиальное В Такого Рана Диш Водошел Тип Пшетца Да Который В единственном Числе Склоняется По женскому Типу Тата Папа С папой Стату Здесь Такого нет Здесь Окончание Мужского Рода Статем Сладем Да И Часто Опускают Предлоги Хлеба Маслом Ну Должно быть Хлеб с маслом Хлеба С маслом Шла Докторой Да Это значит Я пошла Или она Пошла К доктору Получается Просто Пошла Доктору Билла Сэм Броди Должно Быть Билла Сэм В Броди И Между Чешскими Моравскими Диалектами Есть Переходная Зона Чешско Моравская Но Здесь Уже Появляется Здесь Начинают Укорачиваться Долготы Скажем Так Да Прах Блато Рана Бит Да Тхтет В Литературном Чешском Чешском Все эти Варианты С долгими Гласными Ште Произносится Как Шч Эшч Дэшч Тоже Чем-то Похоже На Польский Вот Да Ну Это Можно Пропустить И Дальше Большая Группа Моравских Диалектов Центрально Моравские Восточно Моравские И Потом Селезские Здесь Здесь Яркая Особенность Это Окончание О Долгий На месте Литературного Оу Да Например Вони Пи Йоу Они Пьют В литературном Языке Они Вообще Пи Там И Долгий Ну Или Оба Цена Чештина Там Они Пи Йоу В Моравии В центральном Моравских Диалектах Они Пи Йоу Нету Вот этого Получается Мягкого Типа Женского Рода На Ш Ч Пи Ц Здесь Э Переходит В А И Получается На Ш Пи Ц Что Для Литературного Языка Невозможно Опять же Ш Те Произносится Как Ш Ч Ш Чава Да И Что Еще Характерно Для Моравских Диалектов Это озвончение Группы С Г Нас На курсах Учат Что Хотя Пишется С Г Но Произносится Это Как С Х Здесь Глухое Вот В Моравии Произносят Звонко Сганят Сгода Назгледану Все Произносится Звонко Специфические Формы Глаголы Хтит Я Хцу И Они Хцо Это Вот Становится Часто Становится Предметом Насмешек Пражан Над Мараванами Да То есть Если Хотят Изобразить Мараванина То Обязательно Вставят Вот Это Что Нибудь Я Хцу О Нихцо Что Нибудь Вот Это Тоже Назгледану И Так Даре И Так Да Ну И Вот Лексические Отличия То Существуют Какие То Слова В Моравии Которых Нету В Собственно Чешских Диалектах Ну Например То Что Я Писал В Анонсе К Лекции Например По Чешской Вестнице Деревня По Моравски Дегина Ну Это Очень Известный Пример Это Все Знают И в Моравии И в Чехии С Этим Проблем Нету Но Так Или Иначе Например Что Здесь Интересного Да Ну Например Вот Картофель Не Брамбур А Ябло Ябло Шко Восточно Моравские Диалекты Здесь Характерные Особенности Замена Нарше Ирже Нарше То есть Уже Не Три А Просто Три Скажут Окончание М В глаголах Типа Я Несу Я Нес М В этих Диалектах И Здесь Еще Интересная Синтаксическая Особенность Это Явление Так Называемого Оникани То Есть Да Ну Например Да Вот Наши Старжин Капчи Шли То Есть Вместо Того Чтобы Говорят Не Наша Старжин Капчи Шла Наша Старушка Пришла Наша Бабушка Пришла Здесь Такое Явление Оникани То есть Они пришли Значение Она Пришла В польском Языке Соответственно Обращение На Вы Идет Через Третье Рец Да Там Пан Что-то Сделал Это Значит Вы Что-то Сделали И Селезские Наречия Селезские Диалекты Сближаются С Польским Языком Потому Что Находится На Границе С Польшей Здесь Присутствует Л Который Произносится Как В Как В Польском Да Едло Едло Переход Мягких Дет Те Свистящие Дзе Ц Например Дзети Тихо Вместо Дети Тихо Наличие Твердого И Широкий Живый Чистый Такое Твердое Произношение Утрата Долгот Утрата В В середине Слова Да Например Не Голошовицы А Голошойцы Или Голосойцы Здесь Окончание Я В третьем Лице Множественного Числа Глаголов Они Робья Да Но и Глагол Робить Тоже Характерный Моравский И присутствует В словацком Языке Вот Но это Краткий Обзор Именно Диалектов Их Отличительных Особенностей На самом деле Отличительных Особенностей Больше Вот И я Хотел Вам Коротко Еще Рассказать Как Собственно Эти Диалекты Собираются Откуда Исследователи Все это знают И Как они Работают Вот Но Такое научное Исследование Диалектов И чешских И в других Странах Начинает Проводиться С середины 19 века В том числе В том числе В Чехии Начинаются Экспедиции Фольклорные Прежде всего То есть Исследователи Интеллектуалы Ездят По Городам И Весим И Собирают Фольклор Собирают Песни Какие-то Сказки Былички И так Далее И так Далее Ну а Именно Языковая Обработка Какие-то Языковые Обобщения Это Наиболее Интенсивно Начинает Проводиться В 20 веке Вот И в 20 веке Начинают Создаваться Лингвистические Атласы Создается Общеславянский Лингвистический Атлас Вот это Выпуск 10 Все это Дело Регулирует Международный Комитет Словистов Там Специальное Отделение По Общеславянскому Лингвистическому Атласу Ну и значит Здесь Обобщается Материал Полевых Исследований То есть Вот это Вот Карта Славянских Земель Всех Потом Можно будет Подойти Посмотреть И На этой Карте Здесь Их Много Это Только Вот Один Выпуск Уже Десятый Конкретно Он посвящен Народным Обычаям То есть Лексика Связанная С народными Обычаями Значит Ну Разные Группы Исследователи У них Есть Один И тот Же Опросник Один И тот Же Список Слов Которые Нужно Проверять Исследователи Из разных Стран Ездят На Полевые Исследования В различные Регионы И В этих Регионах Они Опрашивают Людей А как У вас Говорят Вот Это Вот То-то Слово Вот И потом Все эти Данные Собираются И Вносится На Карту Ну Например Вот У меня Сейчас Открыта Карта Которая Называется Женщина Которая Хорошо Танцует Пляшет И Вот Всякие Разные Варианты Названия Такой Женщины По Славянским Языкам Да Есть Всякие Плесунья Играчка Танцурица Танцачица Танцовница И так Далее Вот Есть Даже Баларина В конце Вот И так Далее И так Далее И По Этим Значкам Можно Проследить В Каком Регионе Как Говорят Слева Еще Вот Тоже Еще Целый Список Здесь Очень Много Точек Вот И так По Каждому Слову Которое Входит Вопросник Вопросник Входит Очень Много Слов Так Сейчас Почему-то Не Карты Открываются Ну Вот Есть Еще Карты Вот Или Например Счастье Слово Счастье Разные Варианты Среча Южнославянский Среча Потом Болгарский Счастье Чешской Счастье Словацкое Счастье Верхнелужицкое Сбожье Глука Счастье Польское И так далее И так далее Вот И тоже здесь Отмечено По По каким-то По каким-то Чешский Чешский Атлас Чешского Языка Там Карты Поменьше Только Чешская Республика Вот Ну и вот Например Это Самая Вестница И Дедина В собственных Чешских Землях Говорят Вестница В Моравии Говорят Дедина Ну и Переходный Вариант Вестниц Мужского Рода Почему-то Ну Да Вот так Да Ну или Например Вот Глагол Глагол Который В литературном Языке Бидлет Проживать В диалектах Собственно Чешских Остават В диалектах Моравских Биват И в диалектах Селезских Мешкат В литературном Языке Бидлет Да Ну вот Еще одна Интересная Карта Курица Да Литературная Слепица Вообще Такое Довольно Специфическое Слово Но Тем не менее Собственно Чешских Землях Слепица В Моравии Слипка Внизу Там Еще Слепка А вот Восточная Моравия И Селезия Там Кура Курица Кура Да Петух Соответственно Когоут Почти везде Только В Селезии Кокут Еще есть Варианты Да И Здесь у нас Кто А да Сосулька Тоже Такой Известный Пример Тоже Когда Обсуждают Разницу Между Чешскими Словами Чешскими Моравскими Моравскими Да Еще Обычно Возникает Вот это Рампа Ух В Чехии Сосулька А в Моравии Стрехил Стрехил Ну и плюс Еще есть Варианты Стремпел Снопел Крехил И Рапа Ух Ну основные Рампа Ух И Стрехил Есть еще Вот А есть еще Вот Совсем Маленькие Да Цигара Есть вариант Сосулька Цигара Цибух Румпал И так далее Вот И Я хотел вам Еще Показать Запись Ну отрывок Из интервью С С Паном Сейчас Пан Рибникарш Из Региона Словацко Словацко Это не Словакия Потому что Почерский Словакия Это Словенско А Словацко Это Регион Ну да Вот Моравская Словакия По-русски Обычно Говорят В общем Это Регион В Моравии Вот И Это Дедушка Ну просто Послушайте Здесь Вот Что Первое Слышится Это То Что Совершенно Нет Долгот Словацко на кладбище, на рынке или еще где-то, и ведется беседа. Ну и там в зависимости от того, что нужно исследователю, если нужно вот составлять атлас, то так не получится, вот просто кого-то поймать и начать спрашивать. Это нужно именно договариваться, именно чтобы привели какого-нибудь информанта, и он несколько часов, может быть, посидел с исследователем и поотвечал на скучнющие вопросы, вот как у вас говорят, вот это, вот это, вот это, вот это и еще вот это. Вот, я езжу изучать чехов за пределами Чехии, мне главное, чтобы они в принципе говорили, мне главное потом изучить вот как они говорят, фонетика, синтаксис, лексика и так далее, но я их не гоняю по этим спискам, я просто с ними разговариваю, ну, примерно на одни и те же темы, как правило, это вот откуда здесь Чехия, почему а как оказались Чехии в Сербии, почему они уехали из Чехии, как вы сохраняете язык, а как вы выучили сербский язык, вот, ну и если, если это, я вижу, что человеку интересно, то можно говорить, да, про всякие традиции, как у вас отмечают Рождество, как у вас отмечают Пасху, какие есть традиции и так далее, и так далее. вот, да, и еще я хотел сказать, что диалекты сейчас в Чехии, ну, в принципе, диалекты, в отличие от ситуации у нас с вами, диалекты не считаются чем-то таким прямо, ну, зазорным и деревенским, что нужно непременно человека переучить. Да, у нас, если кто-то начнет говорить на диалекте, вот, то на нем посмеются и, в общем-то, скажут, что это неправильно, что так не говорят. Вот, в Чехии и в других европейских странах во многих, в принципе, диалекты уважаются и сохраняются, конечно, это инициатива сверху сохранять диалекты, инициатива исследователей, но, с другой стороны, народ тоже инициатива снизу, тоже гордится своим диалектом. Вот, ну, и в том числе создаются некоторые произведения на диалектах, ну, вот, в данном случае произведения поп-культуры. Есть такой известный исполнитель чешский Кристоф, он из города Острова, это как раз-таки Селезия, ну, пограничие Мораско-Селезское. Там же живет Яру Мирногавица, известный Барт. Ну, и вот у Криштоф, у группы Криштоф есть песня «Островская байка» или «Островская баллада», вот, ну, просто, и она вся на диалекте, эта песня, давайте для примера ее послушаем, там потом и Нагавица появляется тоже в конце. Ну, вот так вот, то есть диалекты сохраняются в чешском языке, предпринимаются попытки их сохранения, кто-то пишет книжки на диалекте, конечно, такие скорее экспериментальные произведения, но тем не менее. Вот, с одной стороны, да, сохраняется, но с другой стороны, конечно, общая тенденция к тому, что люди старшего поколения, носители диалектов, умирают и, в принципе, скорее всего, в конце концов все унифицируется и различия будут стираться и дальше, вот. Вот, но пока что есть, есть что исследовать, есть кого записывать, вот, спасибо, вопросы. У меня вот есть два вопроса, один, наверное, поменьше, другой побольше, один связан, скорее, с диалектами, а с обеценно-чештиной, насколько она слышится разговорно, насколько, если говоришь на обеценно-чештине, насколько это не литературно или как-то это слишком жарганизировано или как-то бухгарно, может быть, в какой-то степени, вот насколько это для чехов есть разница? Это первый вопрос. Да, и второй? А второй вопрос, вообще, для чего нужно изучать диалекты, для чего это важно и почему ученые так много уделяют этому внимания, составляют такие большие атласы? Да, но первый вопрос, что касается обеценно-чештиной, ну, в прошлый раз я говорил, что сфера употребления обеценно-чештиной, она именно ограничивается обеходно-разговорными ситуациями общения, и в разговоре она воспринимается совершенно нормально и наиболее естественно. Другое дело, что в официальных ситуациях или в университете обеценно-чештиной, наоборот, это либо какой-то эпатаж, либо признак там неуважения, неграмотности или что-то такое, то есть, ну, считается, что профессор, пока читает лекцию, должен говорить на литературном языке, потом уже может как хочет. Ну, в новостях, если это, ну, сейчас в новости, конечно, в СМИ обеценно-чештиной проникает, но, в принципе, если это такой репортаж профессиональный, вот репортер стоит, что-то говорит, он тоже должен говорить на литературном языке. Ну, интервью, понятно, что приближено к ситуации спонтанного общения, да, такой жанр. Интервью, я имею в виду такое, какой-то тоже репортаж, интервью. Интервью, опять же, такое официальное, как там, не знаю, какой-нибудь там условный позднер, да, человек будет в Чехии, но тоже скорее будет на литературном языке говорить, а собеседник уже, ну, как хочет. Вот. Если это передача, например, как с Малахом, то там возможно обыценно-чештите. Ну, да, там это, считайте, ситуация обычного повседневного общения. Вот. А диалекты изучаются, во-первых, для того, чтобы сохранить вот эти вот данные, да, о том, что в такой-то момент времени существовали такие-то варианты языка, потому что сейчас, когда ученые захотели там узнать, какие были раньше славянские языки, которые уже вымерли, собственно, о многих уже ничего и не узнаешь, потому что никто это не записывал, никто это не изучал, этого нигде нет, да, не существовало микрофонов и магнитофонов и записывать тоже никому не нужно было. Вот. Поэтому диалект изучается для этого. Это факт культуры, поэтому это сохранение культуры. это инструмент, индикатор, да, отлечения данной культуры от культуры соседа, да, там вот это чешские диалекты, а это уже польские диалекты, вот это уже словацкие, это не одно и то же и так далее. Вот. Ну и региональная культура, да, людям хочется сохранить именно самобытность своего региона. Ну и диалект, соответственно, попадает в это тоже. Вот. Я считаю, что так. Есть разные точки зрения на этот вопрос, но для меня это вот так. Да, пожалуйста. Как долго длился период перехода от немецкого языка к чешскому при возникновении суверенного чешского государства? Был ли этот переход безболезненным и какова роль в этом переходе и во внедрении чешского языка президента Масарика? Да, вы имеете в виду язык делопроизводства и официальной сферы, вот это вот государственный язык, да, потому что чешский язык, вот это разговорные, собственно, вот эта область начештенная, естественно, никогда не прекращала свое функционирование и пока администрация государства работала на немецком языке, люди, естественно, говорили на своем, на чешском. Да, и, значит, литературный чешский язык стали восстанавливать середину XIX века в период национального возрождения. Это период национальных возрождений в славянских странах в принципе, не только в Чехии. Начали это делать интеллектуалы, писатели, ну, какие-то государственные деятели в том числе, но в основном писатели. Писатели, интеллектуалы широкого профиля, да, Божина-Немцева, Добровский, Шафарик и другие тоже, опять же, из патриотических побуждений, именно потому что, да, поднять национальное в противовес вот этому немецкому засилию. Начало, значит, положено в середине XIX века. И, что касается президента Масарика, президент Масарик вообще выдвигал концепцию единого чехословацкого языка с двумя вариантами, чешским и словацким. Это было, это было часть его проекта именно создания чехословацкого государства. Почему? Потому что, чтобы создать после Первой мировой войны вот это новое государство, он объявил, что Чехия и Словакия братья, братские народы и, в принципе, практически один этнос, просто такие два варианта. Это, ну, да, ну вот Масарик старался продвинуть эту идею, соответственно, у него противников было очень много на этой почве. Но он хотел так, чтобы было больше народу, можно сказать так, да, Чехия плюс Словакия, Чехословакия, это большая территория, получалось много народу и, соответственно, в глазах вот этих вот других мировых правительств, которые поддержали в итоге создание Чехословакии, это выглядело внушительнее. Вот. И таким образом политика Масарика относительно чешского языка, может быть, была, можно сказать, и не такой уж полезной для чешского языка, потому что объявлялось, что чешский и словацкий — это один язык, соответственно, из словацкого тоже какие-то элементы, он, ну, по крайней мере, постулировал, что стоит, ну, не перенести, а может быть, объединить, да, там чешский и словацкий вариант такой, такой, и… То есть получается, что это уже не развитие, собственно, чешского литературного языка, а вот какого-то такого гибрида. На этой почве очень много у него было противников среди лингвистов, вот, да, если я ответил на ваш вопрос. Продолжительность этого периода. Да, продолжительность периода. Ну, я так думаю, что до 38-го года, а потом уже всем было не до этого, когда началась война, да. Ну, то есть весь период первой Чехословацкой республики с тысячи, ну, это если деятельность Масарика, а начало возрождения, собственно, чешского языка литературного — это середина 19-го века. Еще вопросы? Так, Марина, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, язык песен Геронира Наговицы — это область чештенный или литературный? И с кем его можно сравнить в популярности сейчас, если с нашими парами? Да, Наговица, он, как я уже сказал, из Остравы, значит, вот эта вот Маравско-Селеская область, и у него есть несколько вариантов. Ну, скажем так, диалектов, которые он использует, это область начештена, да, часто вот этот вот его диалект остравский, остравский, селеский, да. Вот, например, эта песня, но это не его песня, но у него тоже есть именно на этом диалекте. Чтобы совсем литературно было, ну, я думаю, тоже есть тексты, просто я не обращал внимания, чтобы вот только ли там литературные формы. Думаю, да, поэтому можно сказать, что у Наговицы есть песни на чисто литературном языке, на область начештения и на его диалекте. Да, и по популярности он суперпопулярен. То есть он популярен у всех возрастов, и молодежь его слушает, и старые, и среднего возраста люди. Все-все-все, и сравнивать у нас, кто... Я даже не знаю, кто у нас такой народный артист, чтобы его все с удовольствием слушали. Да, но из ушедших, да. Я просто прикидывал, кто вот из сейчас живущих, и как-то... С Высоцким хорошо сравнивает, да, и он сам очень любит Высоцкого и Акуджаву, и переводит на чешский язык Высоцкого и Акуджаву. Самая любая тема, более литературный? Ну, надо посмотреть по тексту. Ну, вот сейчас то, что я вспоминаю, ну, вроде там, да, все, литературная форма. Но точно не маравско-селеский диалект. Да, литературный язык. Так, у Вас был вопрос. Да, а о каком чешском все-таки, говоря, в студентах сейчас? Вот, да, это же был мой вопрос с самого начала, точно. Забыл к своему вопросу вернуться. Да, вот, я же спросил, как Вы думаете, почему вот эти вот зоны на северо-западе, на севере и вот здесь на юго-западе, они черным обозначены, что это такое? Ну, да, то здесь жили немцы, собственно, судеты, да, о которых Вы сказали. Здесь, вот эта зона, я не помню, тоже, тоже, по-моему, немцы. И, соответственно, вот эти вот темные зоны, это зоны смешанные. Здесь диалекты никакие не выделяются, потому что там жили немцы до Второй мировой войны, а после Второй мировой войны немцы всех выслали и заселили чехами из разных регионов, поэтому там смешанная зона. Там не выделяется какой-то один диалект. Это смешанная зона и, соответственно, общий язык литературный. А где находится Чешский рай? Чешский рай – это горы к северо-востоку от Праги, если я сейчас ничего не путаю, по-моему, к северо-востоку. Давайте сейчас откроем. Я вот сюда хочу съездить, но… К северо-востоку от Чехии. Вот Праги, вот Праги. Почему Раев называется? Ой, ну потому что там очень красиво. Это больше всего напоминает пейзажи из фильма «Аватарность» вы смотрели. Вот такие вот скалы, вертикальные совершенно, и у них еще леса. И можно по ним забираться, на самом деле, потому что там есть лесенки. Вы посещали? Да, да, да. Интересно, что там нету открылось? То есть там лес и скалы, и там еще деревья растут, лесенки, можно вот везде пройти. Так, там интересно, очень красиво. И вот еще такое понятие я слышал и часто встречается. Моравские словаки. Так это со словацким этносом они ничего общего не имеют? Это Моровани, которые живут в этом районе. Да, 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 да. Это вот слово адское. Слово адское, да. Ну, опять же, связь со словацким этносом – это сложный вопрос. Связь языковая явно есть, потому что это вот приграничные области, естественно, там похожие диалекты. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Вот это два из фонда этого отдела. Вот это, да, да, это у нас. Это нам подарили в прошлом году на конференции «Славянский вопрос. Новый парадигма мышления». Это разрабатывается в Институте славяновидения. В частности, тут коллектив авторов, ну вот, в частности, автор из Института славяновидения нам подарил. А ваши респонденты – это те, кто уехали сами из Чехославии? Или это уже второе поколение? Это… Сейчас скажу, какое. Это какое-то четвертое или пятое поколение. То есть они это хорошее состояние у себя сохраняют? Или в основном есть какие-то сообщества у Чехославии? Да, значит, это там несколько разных историй. Ну, в частности, в Хорватии и в Сербии, и в Румынии. Там в Боснии немножко другая история. Вот в Сербии и в Румынии одна и та же, и в Хорватии похоже. Это миграция чешского населения из королевства чешского XIX века. Вот. Но об этом я бы хотел рассказать в октябре. Скажите, пожалуйста, по интонации диалекты, наверное, тоже отличаются? Ну, да-да-да-да. Интонация тоже важна. Тоже есть различия. И вот как раз обычно, когда я даю кому-то, кто хорошо знает чешский, послушать вот эти вот записи свои из экспедиции, то в первую очередь обращать внимание на интонации, ну и на заимствование. То есть интонации совершенно не чешские. Ну, и по диалектам тоже различаются. Я помню, что когда я из Москвы приезжала на вот такую какую-нибудь область российскую, сразу как только выходишь там с поезда. А, и вы имеете в виду и в России тоже, да-да-да-да. То есть произношение, просто, допустим, как поднимается интонация вверх. Есть такое, да. Ну и, как правило, хорошие социолингвисты могут сразу определить, откуда человек. Знаете, как в этом, как в Пигмалионе, да, профессор Хиггинс? Из какого региона человек? В принципе, это все правда, это можно и действительно различается. Я помню, на летней школе в Чехии я там общался с девочкой из Украины, с девочкой из Белоруссии. Вот. И что-то я с ними разговаривал, а потом они мне говорят, какой-то у тебя русский язык не такой, как у нас. Что-то сильно отличается. Я говорю, ну, да. Все. Еще вопросы? Спасибо за внимание тогда.